Если женщина не хочет и не может хотеть, что делать? Соответственно, как захотеть хотеть? Женские проблемы. Я нутрициолог, психолог, и, соответственно, здесь мы с вами говорим про гинекологические сегодня проблемы, почему женщина не может хотеть. Например, у женщины есть кисты, есть воспалительные заболевания, есть эндометриоз, есть спаечный процесс, опущение стенок влагалища, сахарный диабет, либо дефициты важных элементов белка, жиров, витаминов А, С, Е, Д, группы В, заболевания щитовидной железы, и, соответственно, вот это все будет влиять на ее состояние. Плюс повышенный гормон стресса и, как следствие, снижение либидо. Я считаю, что для того, чтобы женщина захотела хотеть, очень важно помимо рациона закрывать микро-макроэлементы. И вам поможет, если вы хотите хотеть, вам помогут семечки, орехи, женьшень, мако-перуанское, морепродукты. И вам поможет снятие уровня стресса, плюс работа с прагестероном и, кстати, окситоцином, дофамином. Другой момент, если вы не можете хотеть, да, вы не хотите хотеть, это либо физическое переутомление, либо умственная перегрузка, либо какие-то страхи, комплексы по поводу внешнего вида, формы. И это тоже влияет на женское желание. Поэтому для того, чтобы исправить эту историю, важно помимо питания, в которое я сняла вам уже поработать с стрессорами личными, которые действительно могут пугать. У некоторых девочек есть депрессия скрытая, у некоторых есть страхи заболеть, заразиться, переутомления, конфликты в семье, и это может влиять на психологическое здоровье. Поэтому гормоны – это важная часть сексуальной энергии женщины. Главное значение – эстрогены, прогестерон и тестостерон с пролактином, окситоцином и дофамином. И если где-то что-то пошло не так, о каждом гармонии я снимала видео, эта история может сильно влиять на состояние. И поэтому, девочки, обращайте внимание не только на питание, но и на то, что вы, в принципе, в своей голове крутите. Многие крутят нехорошие какие-то фантазии, боязни, стрессы. И, соответственно, если есть желание, то это будет достаточно серьезно влиять на состояние и помогать вам работать со стрессом и с тревогой. Если есть вопросы, то, конечно, пишите. Полноценное питание никто не отменял, признаки хронического воспаления никто не отменял и снятие стресса тоже никто не отменял. В своих консультациях индивидуально БАДы, индивидуальное питание, индивидуальные витамины и индивидуально разбор психологических симптомов. То есть я могу сказать вам, что через мои руки, да, прошли девочки, которые очень давно не могли и не желали секса. У них, у многих есть ведь или железодефицит, или диабет, или заболевание щитовидной железы. И кто-то даже был на различных препаратах. Поэтому это очень важно, ребята.